Девушки отдыхают Не остается никого, кроме меня и тебя, Умар, но я... Не беспокойтесь, друзья. Я поеду, забронирую билеты и позвоню вам после того, как всё сделаю, чтобы вы были спокойны. Что вообще сегодня происходит? На всех улицах пробки. Видимо, придётся ехать другой дорогой. Хоть она и более длинная, но всё равно. Главное, чтобы не было заторов, как на остальных улицах. Какая неожиданная встреча. Куда едешь, Хатим? Умар, как дела? Рад тебя видеть. Я тоже рад, друг. Как твои дела? Куда держишь путь? Ты тоже будешь брать билеты на поездку в следующую пятницу? Нет, я еду в больницу. У меня там мать. Она болеет. Ладно, я поеду с тобой. Спасибо, Умар. У меня с собой только две тысячи. А ну покажи. Возьми эти деньги. Они покроют счёт и ещё останется. Что это, Умар? Это же деньги на твою поездку. Это не важно. Даже не проси меня забрать эти деньги обратно. Я помню, сколько ты помогал и нам, и другим людям, не ожидая взамен даже слова благодарности. В любом случае, Аллах отправил меня к тебе. Сделал так, чтобы я поехал по длинной дороге, встретил тебя и помог. Но ты же знаешь, что я не могу вернуть эти деньги. У меня уже не такое положение, как раньше. Хатим, хватит. Просто позаботься о своей матери. Я пойду забронирую им билеты. Если тебе что-нибудь понадобится, звони мне. Не стесняйся, друг. Да воздаст тебе Аллах благом, друг. Что с вами? Оставь нас, Мактуб. Почему я должен вас оставить, если знаю, почему вы расстроены? И почему же мы расстроены? Вы расстроены, потому что Умар не едет с вами. Видимо, он считает, что это выше своего достоинства ехать со своими друзьями. Типа, он лучше нас. Нет, нет. Не думай о нем плохо. Все совершенно не так. Ты знаешь что-то, чего не знаем мы? Да, к сожалению. И чего же ты ждешь? Ну же, расскажи нам. Я не хотел этого рассказывать, но вынужден это сделать, если между нами возникает вражда. Умар пожертвовал свои деньги, отложенные на билет, матери Хатима, и взял на себя остальные траты на ее лечение. Но решил не рассказывать вам об этом, чтобы его помощь была искренней, ради лика Всевышнего Аллаха. Он поступил правильно, Мактуб? Конечно. Я уверен, что Аллах в скором времени возместит ему благом. Так же, как Аллах использовал его для помощи его другу Хатиму, так же он выберет для Умара кого-то, кто поможет ему. Почему ты так в этом уверен? Это понятно из истории про облако. История про облако? Расскажи нам ее. Хорошо, мои страницы вам все расскажут. От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал. Как-то раз один человек шел по пустыне и услышал голос, раздавшийся из облака. «Полей сад такого-то», после чего облака двинулись в другую сторону и пролились дождем на черную каменистую почву. А вся вода слилась в один поток. Этот человек пошел по направлению ее течения, а через некоторое время увидел человека, стоявшего в своем саду и направлявшего своим заступом воду. Человек спросил хозяина сада, «Ора-паллаха, как тебя зовут?» Хозяин сада сказал, «Так-то». И это было то самое имя, которое назвал голос из облака. Этот человек спросил путника, «Ора-паллаха, почему ты спрашиваешь, как меня зовут?» Человек ответил, «Поистине я слышал голос в облаках, из которых пролился этот дождь, который сказал, «Полей сад такого-то», после чего он назвал твое имя, и поэтому я хочу узнать, что ты делаешь, чтобы заслужить подобное». Хозяин сада сказал, «Я определяю, сколько дал этот сад и отдаю треть собранного неимущим, треть оставляю себе и своей семье, а треть возвращаю обратно». О, Аллах, таково воздаяние тех, кто дает милостыню. Это было воздаяние фермеру, потому что он раздавал милостыню. И также это было воздаяние Хатиму, потому что раньше он тоже давал милостыню. А теперь наступило время, чтобы Умар получил воздаяние за свою милостыню. Что ты имеешь в виду? Не спрашивай. Просто не забывай каждый раз, как у нас возникает какая-то проблема или сложная ситуация, рассказывать нам полезные истории, друг мой. Пошли, друзья! Почему вы еще не уехали? Мы скоро поедем. Но и ты поедешь вместе с нами. Как? Я же не заплатил за билет. Не переживай. Вот твой билет. Что? Мы узнали, что ты сделал для Хатима. Мактуб нам все объяснил. Но мы не допустим, чтобы ты оказался лучше нас, считая то, что ты поедешь с нами воздаянием за твой поступок. Имущество не уменьшается из-за милостыни. Поедешь с нами, брат, несмотря ни на что. Это обязательная поездка. Послушайте меня внимательно. Я знаю, что команда, против которой мы сегодня будем играть, обладает гораздо большим мастерством, чем мы. Но мы все равно выиграем. Пусть у них есть мастерство, но у нас есть энтузиазм. А что если у них есть и мастерство, и энтузиазм? Мы все равно победим. Это просто вопрос, зияд. Почему ты так на меня смотришь? Юсуф, ты принес воды? Нет, забыл. Хорошо. Пойди и принеси нам воды. Умар, ты пойдешь со мной? Конечно. Пошли. Умар, этих бутылок нам хватит? Ммм, думаю, да. Прошу тебя, не думай о том же, что и я. Посмотри на него, Юсуф. Видно, он очень страдает от жажды. Неужели мы оставим его здесь умирать? Нет, но игра уже почти началась. Давай пойдем на поле, а уже после матча напоим его водой. А откуда ты знаешь, что он все еще будет жив после матча? Посмотри на него, очевидно, у него сильное обезвоживание. Ты хочешь, чтобы я ему и еду принес? Прекрасная идея. Прекрасная идея. Я шучу, Умар. Мы пропустим матч из-за того, что ты поишь собаку. Не пропустим. Дай мне воды. Мы напоим его и успеем к началу игры. Хорошо, возьми, раз ты так хочешь. Все хорошо, бедняжка. Давай, пей. Где вода? Вода была у Умара. Но Умар напоил этой водой собаку. Что ты такое говоришь? Я тебе все объясню, зияд. Нет времени для объяснений. Пошли на поле. Судья объявил о начале матча. Я тебя прошу. На меня не надо злиться. Это Умар напоил собаку водой, которую мы купили для себя. Я сейчас думаю только о том, чтобы победить в матче и где провести летние каникулы. Не переживай. Я поддерживаю тебя. Ты наш капитан. Ты можешь помолчать и сконцентрироваться на игре? Команда, с которой мы играем сегодня, одна из самых сильных. Как думаешь, может нам позвонить Мунибу, нашему школьному охраннику, чтобы он сыграл с нами в этом матче? Он говорил, что очень хотел бы с нами сыграть. Ты хочешь привезти сюда дядю Муниба, которому 60 лет, чтобы он играл с нами сегодня, и мы гарантированно проиграли? Зияд, в любом случае мы проиграем этот матч, и я думаю, это будет тяжелый проигрыш. Прости, Зияд, но я слышал, что та команда очень редко проигрывает. У тебя есть какие-нибудь предложения, которые я мог бы передать своему отцу, где можно было бы провести летние каникулы? Так, давайте все на поле. Это была тяжелая игра, друг. Мы выложились по максимуму. Да, мы сделали все, что могли, но победа не была нам предписана. Почему ты не разговариваешь с нами, Зияд? Видимо, он расстроен из-за того, что мы напоили собаку. А какое это имеет отношение к тому, что мы проиграли? Мы проиграли из-за вас двоих. Вы не сосредоточились на игре. Этот занят каким-то ерундовым делом, поет собаку, видите ли. А вот этот все время думает о том, где проведет каникулы. Как мы можем выиграть, когда вы играете без энтузиазма и настолько не сосредоточены? Пожалуйста, больше не говорите со мной. Что с вами? Почему вы не разговариваете друг с другом с тех пор, как пришли сюда? Я не буду разговаривать с ним после того, как из-за него мы проиграли матч. Как это произошло? Он остановился напоить собаку, которая страдала от жажды, а потом уже на поле не мог сфокусироваться на игре. Постоянно переживал за это животное. Мы проиграли. В наши ворота было забито пять голов. Ты видел что-то более никчемное, чем его поступок? Все мы играем для развлечения, и не обязательно выигрывать во всех наших играх и матчах. А во-вторых, напоить собаку – это не ерунда. Да нет, конечно же, это ерунда. Его поступок был совсем не ерундовым. Более того, это великое дело. Ты, наверное, так говоришь, потому что ты близкий друг Умара. Зияд, я защищаю его не из-за того, что он мой друг. Ты тоже мой друг. Но то, что сделал Умар, это действительно великое дело, а не пустяк. Почему ты говоришь это? Разве ты не слышал историю о человеке, который напоил собаку? Нет. Хорошо, тогда слушай. От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал. Как-то раз одного человека, шедшего дорогой, стала мучить сильная жажда. Он нашел колодец, спустился к воде и напился. А когда выбрался наружу, неожиданно увидел собаку, высовывавшую язык и евшую от жажды влажную землю. Тот человек сказал, эту собаку жажда мучит так же, как и меня. И он снова спустился в колодец, наполнил водой свой башмак, напоил собаку, и Аллах отблагодарил его за это, простив ему грехи. Люди спросили у посланника Аллаха, разве нам полагается награда и за животных? Он сказал, награда полагается за все живое. Аллах отблагодарил его и простил его за грехи, за то, что он напоил собаку? Да, видал? Умар, прости меня, я погорячился. Я прощаю тебя, друг мой. Ты правильно поступил, и пусть Аллах воздаст тебе за твой поступок в многократном размере. Я прошу прощения за то, что назвал твой поступок ерундовым. Да воздаст тебе Аллах благом, Зияд. Ты видел Юсуфа? Я хочу перед ним извиниться. Наверное, он расстроен из-за меня. Юсуф сейчас не думает ни о чем другом, кроме как о своих планах на каникулы. Юсуф готов проиграть во всех футбольных матчах. Главное, чтобы его летний отдых не прошел напрасно. Странно. Ты каждый день меня будешь. Интересно, почему сегодня ты меня не разбудила? Люси! Люси! Ты в комнате? Люси! Люси! Пора завтракать. Рим, ты Люси не видела? Нет. Сегодня я ее не видела. Может быть, она еще спит или играет с Ясмин в ее комнате? Играет с Ясмин? Для Люси это было бы наказанием за то, что она рвет мне носки своими когтями. Зияд, говори потише, чтобы Ясмин тебя не услышала и не разозлилась на тебя. Ясмин всех злит, но сама не злится. Ты слышишь меня, Ясмин? Ну же, иди сюда. Что ты делаешь? Зову ее, чтобы она позавтракала вместе с нами. Не переживай. Она уже позавтракала у себя в комнате два часа назад. Что-то странное сегодня происходит. Я просыпаюсь и не нахожу Люси. А сейчас ты мне говоришь, что Ясмин завтракала сама, хотя раньше она так не делала. И что здесь странного? Не раздувай проблему из ничего. Я сам спрошу об этом Ясмин через час. Я обещал ей пойти с ней в библиотеку, чтобы МакТуб рассказал ей историю. Тогда-то я и узнаю, что произошло. Хорошо, я пойду с вами. Ты была моей подругой. Мы вместе играли. Я сама приносила тебе завтрак. Но почему же ты порвала мое любимое платье? Неужели ты так отблагодарила меня за то, что я хорошо с тобой обращалась? А Люси? Если ты отплатила мне этим, то твое теперешнее состояние – это результат моего возмездия. Прощай, моя кошка. Давай, Ясмин. Пошли в библиотеку. Уже иду. МакТуб, расскажи мне те истории, которые обещал. Сначала ты расскажи, что тебя печалит, почему у тебя такое хмурое лицо. По мне видно, что я расстроена. Конечно, Ясмин. Я расстроена, потому что была вынуждена выбросить в мусорку свое новое платье, после того, как его разорвала моя кошка Люси. А ведь я надела его всего один раз. Люси его порвала? Да, но я наказала ее за это. Упаси Аллах от наказания, Ясмин. Как ты ее наказала, Ясмин? Заперла в синей коробке в моей комнате. Это катастрофа. Что ты будешь делать, если она умрет? Сначала погорю и немного, а через неделю куплю новую кошку. МакТуб, я пошел спасать кошку, а вы с Рим постарайтесь объяснить ей эту тему. Быстрее, Зияд. Рим, я действительно сделала что-то катастрофическое, как сказала МакТуб? Видимо, да. Почему? У кошки же нет разума. Разве ты не слышала, Ясмин, о женщине, которая попала в ад из-за того, что держала в заперти кошку? Что? Попасть в ад из-за кошки? Ты можешь чем-то доказать свои слова? Да, это хадис от пророка. Ад Абдуллаха ибн Умара, да будет доволенными обоими Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Одна женщина была подвергнута мучениям за кошку, которую она держала в заперти, пока та не умерла, за что она оказалась в огне. Держа кошку в заперти, она не кормила и не поила ее, не позволяя ей поедать живность, ползающую по земле. О, Аллах! Я не знала, что поступила настолько плохо. Рим, я очень расстроена. Попроси прощения у Аллаха, Ясмин. Из соизволения Аллаха Зияд спасет Люси, но больше не поступай с ней так жестоко. После того, что я услышала от Мактоба, я не буду жестоко обращаться со всеми животными. Где синяя коробка? Где же она? Я слышу тебя, Люси, не бойся. Где коробка? Ну, наконец-то, я тебя нашел. Не бойся, Люси, не бойся. Ассаляму алейкум. Хвала Аллаху. Алихамду лиллях. Мы к вам скоро приедем. Ассаляму алейкум. Успокой меня, Рим. Люси жива? Да, Ясмин. С ней все хорошо. Зияд с ней сейчас играет. Алихамду лиллях. Скажи мне, Ясмин, ты больше не будешь собирать кошку после того, как услышала хадис о женщине, попавшей в ад из-за кошки, которую она держала в заперти? Нет, Мактоб. Я всегда буду относиться к Люси по-доброму. Молодец. Но у меня есть вопрос к тебе, Мактоб. Спрашивай. Если я запру книгу или порву в ней несколько страниц, я тоже попаду в ад. Нужно ли с книгами обращаться так же, как с кошками? Что ты имеешь в виду, разумница? Всё, я ухожу. Прости меня, Мактоб, я просто пошутила. Спустись и попрощайся со мной. Я попрощаюсь с тобой отсюда. Всё, уходи из моего дома. Ты такой грустный, потому что давно не видел Ясера. Да, с тех пор, как он уехал в Индию со своим отцом, у которого там работа. Мне скучно играть одному. Ясер был моим лучшим другом, Мактоб. Мы вместе ходили в мечеть, вместе учили Коран, вместе играли. Иногда он меня злил, но всё равно оставался моим другом. Как думаешь, когда он вернётся, чтобы мы снова вместе учились, молились и развлекались? Он уже вернулся? Что ты сказал? Я говорю тебе, что Ясер вернулся вчера. Кто тебе об этом сообщил? Ишам приходил сюда вчера, поприветствовал меня и обнял, потому что, как ты знаешь, я его лучший друг. От него я и узнал, что он, Ясер и их отец вернулись. Тогда пошли! Куда? Пойдём, проведаем Ясера. Что с тобой, Ясер? Как мы пришли, ты всё время грустишь. Мы пришли в неподходящее время. Если это так, не волнуйся. Мы сразу же уйдём. Друзья, меня расстраивает то, что за время поездки я видел абсолютно недопустимые вещи, которые разумный человек просто не может принять. Поэтому, думаю, я больше никогда туда не поеду. Ни я, ни мой отец. То есть ты больше не поедешь в Индию? Да, я не знаю, как вообще мыслят эти люди. В общем, они изобрели одно очень странное поклонение. Странное поклонение? Какое? Они поклоняются тельцам и коровам. Что? Они делают то, что никто до них не делал. Это просто сумасшествие. А кто тебе сказал, что до них никто так не поступал? Ты хочешь сказать, Мактуб, что ещё до них кто-то поклонялся коровам? Да. Были люди, которые определили их в этом и совершали похожее поклонение тельцу. Что? Это старая история. История самаритянина и тельца. Думаю, друг, тебе нужно её нам рассказать. От Ибну Аббаса да будет доволен Аллах, и моего отцом передаётся. Когда сыны Истраиля бросили в огонь принадлежащие семейству фараона украшения, которые были у них с собой, и они расплавились, самаритянин, который до этого увидел след от коня Джабраиля, мир ему, и взял пригоршню со следов копыта, подошёл к огню и бросил эту пригоршню земли туда, говоря, «Будь изваянием тельца, издающим мычание». Так началось это испытание Хитна. Когда вернулся Муса, мир ему, и увидел, что люди впали в ширк многобожие путём своего поклонения тельцу, и с ним были скрижали торы, он бросил их, или, как говорили, сломал их, а потом подошёл к людям, начал бронить, укорять и порицать за то, что они сделали. Затем он подошёл к своему брату Харуну, мир ему, говоря, «Почему, когда ты увидел, что они делали, ты не отправился ко мне и не сообщил, что они сделали?» Он ответил, «Я побоялся, что ты скажешь, почему ты оставил их и пришёл ко мне, после того, как ты оставил меня среди них своим заместителем». И Харун, мир ему, пытался запретить им эту глупость. Затем Муса подошёл к самаритянину и сказал ему, «Что побудило тебя это сделать?» Он ответил, «Я видел Джибриля, сидевшего верхом на коне, и я взял горсть пыли со следа от копыта его коня. И когда я бросил горсть этой пыли на этого тельца, который был выплавлен из золота, случилось то, что случилось. И Муса сказал ему, «Уходи, и в жизни наказанием тебе послужит то, что ты будешь говорить. Не прикасайтесь ко мне, и я не прикоснусь к вам. То есть ты не будешь прикасаться к людям, и люди не будут прикасаться к тебе, и твоё воздаяние у твоего Господа». Как же они могли поклоняться тому, что не приносит им пользы и не причиняет вреда? Это всё из-за испорченности их разума, слабости веры и отсутствия сознательности и благоразумия. Что мне в тебе нравится, Мактуб, так это то, что ты всегда говоришь кратко и по делу. Я всегда следую правилу, лучшая речь, краткая и доходчивая. Ах, что с тобой, Сара? Меня укусил муравей. Что? Смотри, Ясмин, как много здесь муравьёв. Видимо, они сделали себе дом в этом дереве. Это наш дом, наше дерево. Как они посмели поселиться там? Им было этого мало, теперь они меня ещё и кусают. Я непременно должна доказать муравьёв так, что они никогда об этом не забудут. Подожди меня тут. Что ты собираешься делать, Сара? Ты выглядишь так, словно собираешься сделать что-то неправильное. Я их всех сожгу. Что? Это же большой грех. Ясмин, я старше тебя на целый год. И я тебя уверяю, что это не грех, а наоборот. Человек получает награду, избавляясь от вредителей. И вообще, это всего лишь муравьи. Сара, нельзя так делать. Муравьи тоже живые существа. Если бы они были настолько ничтожны, о них бы не было упоминаний в Коране. Не делай так, прошу тебя. Сара, Ясмин, что там у вас происходит? Быстро идите сюда. Почему ты хотела сжечь муравейник, Сара? Потому что муравей меня укусил, мама. А кто дал тебе зажигалку? Я незаметно взяла её на кухне, так, чтобы тётя Азиза не увидела. Послушай меня внимательно, дорогая. Ты поступила неправильно, взяв вещь без разрешения. Тем самым ты могла подвергнуть свою жизнь опасности. Это не должно больше повториться. Также ты собиралась совершить большой грех. Муравьи живые создания, такие же, как другие. Возможно, они укусили тебя, потому что ты помешала им, играя над ними. И, возможно, ты раздавила некоторых из них нечаянно, играя с Ясмин. Я говорила ей, что это недопустимо, тётя. Но она сказала, я знаю лучше тебя, и это не грех, а наоборот, за это будет награда. Да, будет награда, если эти муравьи больше никого не укусят. Нет, это грех, большой грех, Сара. Слышала ли ты когда-нибудь про историю пророка, который сжёг муравейник? Видишь, мама, даже пророк так делал. Это значит, что я права. Не торопись, дорогая. Как тебе такая идея? Сходи к Мактубу, а потом возвращайся ко мне. И после того, как послушаешь эту историю, расскажи, была ли ты права или нет. Прекрасная идея. И я с тобой пойду. Хорошо. Я расскажу вам историю пророка, который сжёг муравейник. Но сначала пообещайте мне кое-что. Что? Вы будете слушать внимательно и не играться с моими страницами, пока я вам рассказываю. Иначе я не закончу историю. Хорошо, обещаем. Мы не сдвинемся с места и будем внимательно тебя слушать, Мактуб. Хорошо, тогда рассказываю. От Абу Гурейры. Да будет доволен им Аллах. Передаётся, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Продолжение следует... К ним относится то, что ты не должна гневаться и не должна допускать, чтобы тобой управлял гнев. И не причиняйте вред муравьям. Они такие же творения и общины, как мы. Всевышний Аллах сказал. Все живые существа на земле и птицы, летающие на двух крыльях, являются подобными вам сообществами. Мы ничего не упустили в Писании, а затем они будут собраны к своему Господу. Это творения Аллаха, которые прославляют Аллаха. Даже если муравей сильно тебя укусил, и ты боишься, что он снова тебя укусит или причинит вред кому-то другому, то тебе, Сара, следует убить только его одного, а не весь муравейник. Видимо, я собиралась делать большой грех. Спасибо тебе, Ясмин, что ты не позволила мне это сделать. Пойдём к моей матери, чтобы я извинилась перед ней. Пошли. Надеюсь, вы не захотите никого снова наказывать. Мы накажем тебя, если ты когда-нибудь решишь не рассказать нам историю. Жестокие дети. Как это возможно, что мы уже неделю работаем на кухне, хотя у нас есть прислуга? Ты прекрасно знаешь, что тётя Азиза болеет. Раз она так долго болеет, почему бы нам не взять новую служанку? Где твоё милосердие и сострадание к людям? Да я не против милосердия, но мама может давать ей зарплату и также прибегнуть к помощи другой служанки. Тётя Азиза уже состарилась и не может нам служить, как раньше. Большую часть домашних дел выполняем мы с тобой и мама. Но мама не может отказаться от услуг тёти Азизы. Знаю, и я хочу узнать, почему. Ну же, расскажи мне. Да исцелит тебя Аллах, Азиза. Здоровья твоим рукам, Ум Анас. Ты прекрасная сестра, и я никогда не чувствовала себя прислугой в твоём доме. Ты член семьи, Азиза. Ты со мной уже долгие годы, и не было такого дня, чтобы я воспринимала тебя просто как прислугу. Но, Ум Анас, я уже постарела и не могу заниматься домашними делами. Не хочу тебя обременять. Если тебе стыдно сказать... Не продолжай. Мы не будем брать другую служанку. Девочки уже выросли и помогают мне по дому. А ты можешь делать всё, что в твоих силах. А сейчас отдыхай. Это неубедительно. Мама не может относиться к ней так, только из-за того, что она долго у нас работает. Почему ты так говоришь? Мама очень любит эту старуху. Она печалится и плачет, когда тётя Азиза заболевает. Также она сильно гневается, если мы её расстраиваем или разозлим. Я уже стала называть её про себя «принцесса Азиза». Здесь обязательно должен скрываться какой-то секрет. И как ты думаешь, что это за секрет? Настало время узнать. Я пойду к маме, чтобы узнать, в чём дело. Ты вот так просто разбудила меня, чтобы спросить, почему я так люблю Азизу и переживаю о ней. Да, мама. У меня должна быть логическая причина, почему я должна терпеть мытьё посуды до тех пор, пока не выздоровеет тётя Азиза. Причина в том, Сара, что эта женщина имеет большую ценность перед Господом. А я люблю и забочусь обо всём, что является ценным перед моим Создателем. Она – дар Аллаха для нас, а не просто прислуга, которая работает ради того, чтобы мы отдыхали. Мама, это довольно сложно звучит. Можешь мне пояснить более подробно, пожалуйста? В молодости Азиза жила со своим мужем в одном далёком селении, где обитали неверующие люди, ненавидящие ислам и мусульман. Когда до них дошла весть об исламе, Азиза с мужем уверовала, и люди из их селения решили им отомстить. Их правитель заявил, или они отрекаются от ислама, или он их убьёт. Её муж отказался отречься от веры, и они убили его перед её глазами. Потом убили её детей, но когда настала её очередь, она смогла убежать и приехала сюда. Тогда я узнала её историю, и что она ищет работу, которая бы помогла ей выжить, и я поклялась, что она будет жить со мной. Она была счастлива, что будет работать у меня, но я была ещё более счастлива, потому что принимала у себя в гостях женщину с таким терпением и верой. Несмотря на то, что её муж и дети были убиты, она не отреклась от ислама, не испугалась пыток или смерти, и осталась мусульманкой. О, Аллах! Сейчас я как будто бы стала любить её больше, чем тебя, мама. А сейчас можно я ещё посплю? Конечно, мама. Когда завтра я расскажу Мактубу эту историю, я уверена, он сильно удивится и запишет её на своих страницах. Это прекрасная история. Ты когда-нибудь уже слышал подобную историю, Мактуб? Да. Есть одна история, которая похожа на неё. Но, к сожалению, в той истории женщина не смогла сбежать. Она была убита и пострадала больше, чем Азиза. Но в итоге она преуспела в том, что заслужила довольство Аллаха и его райские сады. Что? Ну же, расскажи мне эту историю. Была одна праведная женщина, которая жила со своим мужем во дворце фараона. Её муж был одним из приближённых к фараону людей, а сама она прислуживала дочерям фараона. Аллах одарил их исламом. Когда фараон узнал, что её муж принял ислам, он казнил его. Что же касается его жены, то она продолжала прислуживать дочерям фараона, чтобы прокормить своих пятерых детей. Однажды, когда она расчёсывала дочь фараона, она выронила из рук расчёску и, поднимая её, сказала, «Бисмелях» с именем Аллаха. Дочь фараона переспросила, «Аллах, ты имеешь в виду моего отца?» И женщина сказала дочери фараона, «Нет, Аллах, это мой Господь, твой Господь и Господь твоего отца». Дочь фараона удивилась, как это кто-то посмел поклоняться не её отцу. Она сообщила об этом фараону. Он вызвал служанку, спросил её, кто её Господь, и она ответила, «Мой Господь Аллах». Он призвал её отречься от её слов, но она отказалась. Тогда фараон приказал принести большой котёл с кипящим маслом и поставил её перед котлом. Затем он привёл её маленьких детей. Когда они увидели свою мать, они начали хвататься за неё, и она бросилась к ним, и плача, стала их целовать и вдыхать их аромат. Самого маленького ребёнка она прижала к груди и начала кормить. Затем фараон приказал своим воинам взять старшего ребёнка женщины, и они поволокли его к кипящему маслу. Мальчик плакал и кричал, «Мама, мама!» Он звал своих младших братьев, пытался вырваться из рук воинов, а его мать плакала и прощалась с ним взглядом. Спустя считанное мгновение ребёнок скончался, плоть отделилась от костей, и его кости всплыли на поверхность. Фараон снова приказал женщине отречься от веры, но она отказалась. Он приказал взять второго ребёнка, и с ним сделали то же самое, что и с его братом. Затем с третьим и с четвёртым. Даже грудного ребёнка они не пожалели и оторвали от его матери, и Аллах укрепил ту женщину так, что младенец вдруг заговорил, «Мама, потерпи, поистине, ты наистине!» Затем его голос прервался, и он скрылся в котле вместе со своими братьями. Мясо детей сварилось, и все их кости вместе плавали наверху над маслом. Наступила её очередь. Она смотрела на кости своих детей, плавающие в масле. Она бы могла спасти их от этих мучений, произнеся слова неверия перед фараоном. Но она понимала, что награда у Аллаха лучшей и долговечней. Они схватили её и поволокли к котлу. В тот момент она обернулась и сказала фараону, «У меня к тебе только одна просьба». Он вскрикнул, «Что тебе надо?» Она ответила, чтобы мои кости и кости моих детей были похоронены в одной могиле. Затем она зажмурилась. Её бросили в котёл. Масло мгновенно обожгло её тело. Отделило плоть от костей. И кости также всплыли наверх. И какой же прекрасной была её стойкость. И как велика была её награда. Сара, ты плачешь? Отчего ты от меня ожидал? Я не слышала раньше её историю. И в жизни не видела женщину с такой же стойкостью. О, Аллах, всегда укрепляй нас на твоей религии. Амин. Объясни мне, пожалуйста, почему ты попросил меня прийти к тебе домой? Что такого нельзя было обсудить в библиотеке с нашими друзьями? Если говорить кратко, то дело вот в чём. Что? Обезьяна? Убери её от меня. Не бойся, Мактуб. Потише, пожалуйста. Как же тут не бояться? А что будет, если она вырвет у меня страницу или поцарапает обложку? Чем ты тогда мне поможешь? Не переживай. У этой обезьяны спокойный характер. Она никого не обидит. Я до сих пор не понимаю, зачем ты меня сюда привёл? Я хочу, чтобы ты подумал вместе со мной, как мне убедить свою семью, чтобы обезьяна осталась жить вместе с нами. Сначала убеди меня в этом. Как ты сможешь держать обезьяну здесь, дома? Да не проблема, это очень спокойное и милое создание. Хм, действительно милое. Пойдём догоним её. Она отправилась в окно в комнате Сары. Как это возможно? Как ты вышла из этой истории? Спасите! В доме обезьяна! Что с тобой, Сара? Там обезьяна в моей комнате. Не переживай, Сара, мы её поймаем. Но у меня просьба. Не говори маме, что ты видела обезьяну. А почему ей нельзя об этом говорить? Сейчас я поняла. Это ты привёл обезьяну сюда, Юсуф. Какая сообразительная девочка. Поздравляю тебя с этим, Сара. Сара, потом поговорим. Пошли, Мактуб, схватим её. Куда она делась? Наверное, она пошла в мамину комнату. Или в комнату Зейны. Что? Спасите! Эта обезьяна всех нас добьёт. Ну же, пошли. Отдай мои деньги, обезьяна. Прошу тебя, не выкидывай их. Успокойся, Зейна, иди сюда. Что у неё в руках? Деньги, которые я выручила с продажи эфирных масел. Отдай деньги, обезьяна, и за это мы дадим тебе банан. Ну же, иди сюда. Заходи внутрь. Вот так. Молодец. Брось их. Брось всё. Нет. Нет. Мама, обезьяна украла у меня деньги. Друг мой, она сбежала. Очень странная обезьяна, Мактуб. Я купил её за деньги, и она сбежала с деньгами. Алчная обезьяна в полном смысле этого слова. Не время мудрствовать, Юсуф. Что ты сейчас будешь делать? Мама хочет тебя видеть, Юсуф. Видимо, наказание придёт быстро, Юсуф. Ты совершил ошибку, когда притащил сюда эту обезьяну, не спросив разрешения у отца или у меня. Ты также стал причиной того, что твоя родная сестра потеряла значительную часть своих денег. Извини, мама. Я не знал, что она так поступит. Также я не знал, что моя сестра, которой нет и 12 лет, стала заниматься бизнесом и продаёт эфирные масла своим подругам. Ты издеваешься надо мной, Юсуф? Прости, Зейна. Сколько у тебя пропало денег, Зейна? Треть моих сбережений, мама. Хорошо. Юсуф, ты обязан заплатить ей эти деньги? Это очень жестоко. Сначала я покупаю обезьяну за свои деньги, потом она сбегает, украв деньги у моей сестры, и сейчас я ещё и обязан ей заплатить? Я всего лишь ребёнок, мама, а не бизнесмен, который получает большую прибыль. Вопрос закрыт, Юсуф. Подожди, мама. Мне ничего не нужно от Юсуфа. Возможно, то, что со мной случилось, это наказание за то, что я сделала. А что ты сделала, Зейна? Я смешивала эфирные масла с водой, чтобы увеличить их объём и получить больше денег. А подругам я говорила, что это чистые масла, без каких-либо добавок. Ммм, ты напомнила мне об истории обезьяны на корабле. А что это за история, мама? Что скажешь, Мактуб, может, ты расскажешь им? Хорошо. Поищу я у себя внутри. А, вот она, слушайте. От Абу Хурейри, да будет доволен им Аллах, передаётся, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, один человек торговал вином на корабле, при этом он разбавлял вино водой. У него была обезьяна, и однажды она схватила мешок с деньгами, забралась с ним на мачту и принялась бросать деньги. Один динар в море, а другой на палубу. И делала так до тех пор, пока не разделила деньги пополам. Разве вино не харам? Оно было дозволено в религии того народа Юсуф. Когда же пришёл ислам, он запретил его. Сейчас я поняла то, что со мной случилось. Это очищение от запретных денег, которые я заработала на обмане. Я не имела на них права. И обезьяна Юсуфа очистила мои деньги так же, как обезьяна на корабле поступила с тем продавцом вина. Да простит меня Аллах, а извини меня, мама. Поскольку ты осознала свою ошибку, дорогая, я прощаю тебя. Видели, как мудро я поступил? Я привёл обезьяну не для того, чтобы держать её в доме, а чтобы она украла харамные деньги и сбежала с ними. Надеюсь, я преподал тебе ценный урок, Зейна, и прошу вернуть мне деньги, за которые я купил эту обезьяну. Если бы солнце остановилось, я бы сегодня выиграл. Мы сыграли в ничью, и это хорошо. Кроме того, солнце никогда не остановится. Это невозможная фантазия. Я знаю, что в моём случае это невозможно, но раньше оно уже останавливалось для одного из пророков. Юсуф, мне кажется, ты переиграл. Может, у тебя жар, ты перегрелся под солнцем? Нет. Я в порядке и заверяю тебе, что раньше солнце уже останавливалось для одного пророка. Не заверяй, друг. Давай сначала пойдём к врачу, чтобы он тебя проверил. Видимо, у тебя солнечный удар. Ты так считаешь? Не то, что я так считаю, я уверен в этом. Пошли в поликлинику. Давай, Юсуф, вставай. Ты в порядке. Как это возможно? Пожалуйста, обследуйте его ещё раз. Зачем, Есер? У него всё нормально. Как? Он что-то говорил о том, что раньше солнце останавливалось для одного из пророков. А, сейчас понял. Ты привёл его сюда после того, как он сказал тебе эти слова, и ты решил, что у него солнечный удар. Да. А я говорил тебе, что я здоров. Как ты можешь быть здоров, Юсуф, после того, что сказал мне? Юсуф прав. В прошлом солнце останавливалось перед одним из пророков Аллаха. Как это возможно, доктор? Это долгая и увлекательная история. Может, вы сходите к Мактубу, и он её вам расскажет. А я займусь другими пациентами. Прекрасная идея. Но уже поздно. Хорошо. Пойдём к нему завтра утром. Почему вы разбудили меня так рано? Мы хотим, чтобы ты рассказал нам историю пророка, для которого остановилось солнце. Почему вам интересна именно эта история? Вкратце можно сказать так. Ясер считает, что это выдуманная история. Нет, она реальна. Это событие действительно произошло. Давай же, Мактуб, не спи. Расскажи нам историю. Хорошо. От Абу Хурейри. Да будь от доволен им Аллах, передаётся, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, поистине, ни для кого из людей не было задержано солнце, кроме как для Юша. Вечером, когда он направлялся к Бейтуль-Магдису, в одном предании сообщается, что их сражение было в пятницу, и солнце уже почти зашло. Должна была начаться ночь на субботу. Юша, мир ему, боялся, что солнце зайдёт до того, как он завершит сражение и начнётся суббота, а в субботу им было запрещено сражаться. Из-за этого Юша обратился с мольбой к своему Господу, чтобы он задержал солнце. И действительно, солнце зашло только после того, как они победили врагов и собрали трофеи. Так солнце было задержано на час. Да, видимо, ты здоров. У тебя всё в порядке, друг. Хвала Аллаху. Ты ещё будешь возражать против того, что я тебе говорю? Нет, но у меня есть право убеждаться в достоверности информации, которую я слышу. Прости меня, друг. Мактуб, ты заснул? Видимо, да, спит. Или у него солнечный удар. Может, отведём его к врачу? Ещё раз, Ясер. Игра началась? Ещё нет. Почему ты опоздал? Ведь Поле вроде недалеко от дома. Я совершал молитву Асер. Ты что, сделал Асер только сейчас? Знаю. Я немного опоздал, но я был занят кое-чем и забыл помолиться вовремя. Горе молящимся, которые небрежны к своим молитвам. Зияд, я попросил прощения у Аллаха. Откуда тебе знать, что Аллах тебя простит? Ты не только не совершил эту молитву в Джамаате, но ещё и опоздал помолиться, пока не вышло время намаза. Это уже не один грех. Это целых два греха, Ясер. Клянусь Аллахом, Аллах тебя не простит. С изволения Аллаха, он простит меня. Тем более я сделал это ненарочно. Я так не думаю, Ясер. Что ты имеешь в виду, Зияд? Я имею в виду, что, как я уже сказал, Аллах не простит тебя. Это значит, я попаду в ад? А у тебя есть какие-то другие предположения? Куда ты пошёл? Игра начинается, Ясер. Оставь меня, я не вернусь. Что с тобой, Ясер? Почему вчера ты не отвечал на звонки? Я звонил тебе больше двадцати раз. Оставь меня, Юсуф. У меня горе. Горе? Что случилось, друг? Зияд сказал мне, что я попаду в ад, потому что я непреднамеренно опоздал с совершением молитвы Асер. Как это? И как Зияд узнал, что ты попадёшь в ад? Не знаю, но он поклялся, что Аллах меня не простит. Давай пойдём к Мактубу и расскажем ему, что случилось, чтобы он разъяснил этот вопрос. Что скажешь? Я уверен, Зияд поступил неправильно. Как он может ошибаться? Он же старше нас. Он многое о нас знает. И кроме того, неужели ты думаешь, что Мактуб скажет мне, что Аллах ведёт меня в рай? Ясер, мой отец говорил мне раньше, что никто не может узнать, кто попадёт в рай, а кто в ад. Только Аллах будет отчитывать своих рабов. Все вопросы рая и ада решает только Аллах. В общем, давай. Одевайся. Прямо сейчас пойдём к Мактубу. Если то, что вы рассказали, правда, что Зияд сказал Ясеру, что тот попадёт в ад, потому что непреднамеренно пропустил молитву в Джамаате, то это значит, что Зияд совершил огромнейшую ошибку. Разъясни-ка поподробнее, Мактуб. И что же это за огромнейшая ошибка, которую я допустил? Ты поставил себя выше Аллаха, Зияд. То есть поклялся, что Аллах обязательно поступит так-то и так-то. Разве ты не слышал историю того, кто поставил себя выше Аллаха? Нет, Мактуб. Хорошо. Садись, я расскажу её вам. Жили два человека из числа сынов Исраиля, которые были противоположностью друг другу. Один из них был грешником, а другой, напротив, усердно поклонялся Господу. Каждый раз, заставая первого совершающим грех, второй говорил ему «Перестань». Однажды он застал его за совершением греха и сказал «Перестань». А тот сказал в ответ «Оставь меня на суд моего Господа. Разве ты был послан надзирателем надо мной?» Тот сказал «Клянусь Аллахом, Аллах не простит тебя и не введёт тебя в рай». Потом они умерли и предстали перед Господом миров. И Аллах сказал этому усердному «Знал ли ты обо мне? Или, может, ты имел какую-нибудь власть над тем, что у меня?» А грешник он сказал «Войди в рай, по милости моей». А о втором человеке Аллах сказал «Отведите его в огонь». Абу Хурей рассказал «Клянусь тем, в чьей руке душа моя». Он произнёс такие слова, которые лишили его преуспения в этом мире и в мире вечном. О, Аллах! Одно прометчивое слово может ввести человека в огонь. О, Аллах! Прости мне моё невежество и грех. Молодец, Зияд! И помни, друг мой, хадис посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, который сказал «Разве будут ввергать людей лицами или носами в огонь за что-нибудь ещё, кроме их клеветнических речей?» Прости меня, Ясер. Я прощаю тебя, Зияд, но смотри, чтобы этого больше не повторилось. Нет, такого больше не повторится. Я хорошо усвоил урок. Хорошо, Ясер. А почему ты до сих пор грустишь? Потому что я вчера так и не сыграл, хотя это был финальный матч! Ха-ха-ха! Вот, дядя, возьмите! Что? Что с тобой, Ясер? Неужели это правда? Неужели это господин Аднан, известный миллиардер? Видимо, да. Это он. Как это? А где же его шикарная машина? Где его охрана? Где его кортеж? Ясер, он потерял всё. Я слышал, что один писатель написал его биографию, и часть прибыли от книги идёт на то, чтобы помочь ему выжить. Книга называется «Он возгордился, и велика была ненависть». Интересное название. Как думаешь, может, пойдём в библиотеку, поищем эту книгу и почитаем? Хорошо, пошли. Умар тоже там. Это повод увидеться с ним. Ты его уже давно не видел. Да, пошли. Эта книга – просто литературный шедевр. Она описывает, как Аднан был одним из богатейших людей. У него были огромные заводы, дающие фантастическую прибыль. Но он возгордился, надменно обращался с бедными людьми, не выделял им ничего из своих денег, даже когда они крайне нуждались в его помощи. И воздаянием ему за это стало то, что его заводы сгорели, дворец сгорел. Он потерял всё своё имущество и сам стал бедняком. Причисто Аллах. Иногда что-то, что является милостью от Аллаха, становится для человека испытанием. И из-за того, что он неправильно относится к ней, он превращает её из милости в испытание и становится причиной её конца. История этого Аднана напоминает мне историю о слепом, лысом и прокажённом. Так чего же ты ждёшь? Расскажи нам эту историю. В достоверных сборниках хадисов Аль-Бухари и Муслима из хадиса от Абу-Хурейри, «Да будет доволен им Аллах», передаётся, что он слышал, как пророк, да благословит его Аллаха и приветствует, говорит, «Аллах пожелал подвергнуть испытанию троих из числа сынов Исраиля, прокажённого, лысого и слепого. Он послал к ним ангела, который явился к прокажённому и спросил, «Чего ты желаешь больше всего?» Он сказал, «Хорошего цвета и хорошей кожи, чтобы исчезло то, из-за чего люди избегают меня». Тогда ангел провёл рукой так, что его болезнь прошла, и он был наделён хорошим цветом и хорошей кожей. Ангел спросил, «А какое имущество нравится тебе больше всего?» Он ответил, «Верблюды». И этому человеку была дарована стельная верблюдица, после чего ангел сказал, «Да сделает Аллах её благословенной для тебя». Затем ангел явился к лысому и спросил, «Чего ты желаешь больше всего?» Он сказал, «Хороших волос, и чтобы ушло от меня то, из-за чего люди избегают меня». Тогда ангел провёл рукой, и его болезнь исчезла, и он был наделён хорошими волосами. Потом ангел спросил, «А какое имущество нравится тебе больше всего?» Он сказал, «Коровы». Тогда ангел дал ему стельную корову, после чего сказал, «Да сделает Аллах её благословенной для тебя». Затем ангел явился к слепому и спросил, «Чего ты желаешь больше всего?» Он ответил, «Я желаю, чтобы Аллах вернул мне зрение, и я смог видеть людей». Тогда ангел провёл по нему рукой, и Аллах вернул ему зрение. Ангел спросил, «Какое имущество нравится тебе больше всего?» Он сказал, «Овцы». Тогда ангел дал ему стельную овцу. Спустя некоторое время верблюдица, корова и овца дали приплод. Так что у одного была уже долина, заполненная верблюдами, у другого целая долина коров, а у третьего целая долина овец. Затем этот же ангел явился к бывшему прокаженному, приняв обличие такого же прокаженного, каким он был прежде, и сказал ему, «Я бедный человек, в пути я лишился всех средств, и некому мне сегодня обратиться, кроме Аллаха, а после него к тебе. Заклинаю тебя тем, кто даровал тебе хороший цвет, хорошую кожу и богатство. Дай мне хотя бы одного верблюда, с помощью которого я смогу завершить свое путешествие». Этот человек ответил ему, «У меня много долгов». Тогда ангел сказал, «Кажется, я тебя знаю. Не ты ли был прокаженным, которого избегали люди, и не ты ли был бедняком, которому Аллах даровал богатство?» Тот человек ответил, «Я унаследовал это богатство от своих предков». Тогда ангел сказал, «Если ты солгал, пусть Аллах предаст тебе твой прежний облик». Затем ангел явился к бывшему лысому, приняв облик такого же лысого, каким он сам был прежде, и сказал ему то же самое, что говорил бывшему прокаженному. А когда тот дал ему такой же ответ, сказал, «Если ты солгал, пусть Аллах предаст тебе твой прежний облик». Затем ангел явился к бывшему слепому, приняв облик такого же слепого и сказал, «Я бедный путник, и я лишился всех средств. Некому мне сегодня обратиться, кроме Аллаха, а после Него к тебе. Заклинаю тебя тем, кто вернул тебе зрение. Дай мне одну овцу, которая мне будет довольна, чтобы завершить свое путешествие». Бывший слепой сказал, «Я был слепым, а Аллах вернул мне зрение. Бери, что хочешь. Клянусь Аллахом, сегодня ради Аллаха я не стану обременять тебя ничем, что бы ты ни взял». Ангел сказал, «Оставь себе свое имущество, ибо поистине вас только подвергли испытанию, и Аллах остался доволен тобой, а на двоих твоих товарищей он разгневался». Поэтому следует благодарить Аллаха за дарованное им милости и не быть высокомерным с теми, у кого меньше денег, детей или кто слабее нас. Ведь Аллах может исправить их дела, а нас испытать. Также мы всегда должны помогать каждому, кто обращается к нам за помощью, чтобы Аллах наградил нас и не испытывал. «Прекрасно, Юсуф! Молодец, Мактуб! У тебя всегда прекрасные истории!» «В этом месте я самый прекрасный, потому что я книга, а вы люди!» Мактуб и его друзья «Ты принес деньги, Юсуф?» «Да, но скажи, что мы с ними будем делать?» «Не волнуйся! Я обещал тебе, что мы сделаем нечто новое и увлекательное!» «Я боюсь, что это будет нечто новое, что принесёт нам трудности!» «Будь спокоен! С Ясером никогда не бывает трудностей!» «Если бы я знал, что мы купим почтовых голубей, я бы никогда не отдал тебе свои деньги!» «Почему ты так говоришь?» «Прежде чем спрашивать меня, почему я так говорю, ответь на мой вопрос, зачем мы купили почтовых голубей?» «Чтобы отправлять через них друг другу письма!» «У нас из дома пропадут телефоны и компьютеры?» «Нет!» «Тогда зачем нам переписываться через почтовых голубей, когда есть интернет, телефоны, компьютеры?» «Скажи мне, пока я тебя не избил, Ясер!» «Ты собираешься избить своего верного друга, Юсуф?» «Да мне всё равно! Отвечай, зачем мы купили почтовых голубей!» «Честно говоря, я собирался попробовать отправлять через них сообщения, и хотел, чтобы ты поучаствовал в этом деле вместе со мной, друг мой!» «Это первый и последний раз, когда я тебя слушаю!» «Ну раз уж мы купили этих голубей, давай проведём эксперимент и посмотрим, чем он закончится!» «Скажи, Юсуф, голубь долетел?» «Нет, ещё не долетел!» «А когда ты его послал-то?» «Он вылетел два часа назад! Надеюсь, он скоро долетит!» «Не переживай! Два часа!» «Да!» «Ясер, даже если бы голубь полз, как черепаха, он был бы у меня уже через полчаса!» «Между нашими домами всего 20 метров! Умник!» «Прошла неделя!» «Голубь прилетел, Юсуф?» «Не прилетел и не прилетит!» «Уже четвёртый день, как ты пытаешься отправить мне письмо через голубей!» «Достаточно того времени, что мы уже потеряли!» «Каникулы закончатся, а мы так и не развлечёмся как следует!» «А также потеряем голубей, которых купили!» «Каждый голубь, которых ты выпускаешь, улетает и не возвращается!» «Больше их не отправляй и жди, пока я не найду кого-нибудь, кто захочет у нас купить голубей, с которыми мы связались из-за тебя!» «Ясер, я нашёл покупателя голубей! Это Умар! В конце каникул мы соберёмся на берегу, я приведу Умара, и он купит всех голубей!» «Прекрасная новость! Кстати, сейчас мы на берегу! Что думаешь о том, чтобы купить рыбу, выпустить её в море и фотографировать, как она там плавает?» «Ясер, ещё одно такое предложение, и наша дружба исчезнет навсегда!» «Ты покупаешь голубей, Умар?» «Да, я куплю их! Мне нравится держать голубей!» «Умар, я должен это тебе сказать! Голуби невероятно глупые! Каждый раз, как Ясер отправлял мне одного, этот голубь улетал и не возвращался!» «Это не глупость, Юсуф! Видимо, вы разрешили им улетать с первого дня!» «Да! А как ты узнал?» «Обычно так и поступает большинство новичков! Когда вы держите и разводите животных, есть определённые основы и правила, о которых я вам расскажу! А сейчас покажи голубей, которые у вас есть!» «Что это? Кто убил голубей? Как их могли убить? Мы же их заперли!» «Скажи, когда в последний раз ты их кормил, Ясер?» «Неделю назад!» «Неделю?» «Что же мне с тобой сделать? Ты потратил впустую наши деньги! Одни голуби не смогли найти дорогу, а других ты заморил голодом!» «Заморил голубей голодом?» «Да! И за эти невинные души Аллах спросит с тебя и введёт тебя в ад! Пойдём отсюда, Умар, пока он и нам что-то не сделал!» «Я давно тебя не видел и пришёл проведать! Почему ты больше не приходишь в библиотеку, чтобы почитать своим друзьям?» «Ясер, оставь меня, Мактуб! Из-за меня голуби умерли с голоду! Я попаду в ад!» «Проси прощения у Аллаха, Ясер, и он простит тебя!» «Я узнал об этой истории от Юсефа, но всё не так плохо, как ты думаешь!» «Также Юсеф был неправ, когда сказал тебе свои слова. Он сожалеет о своей ошибке и скоро навестит тебя, чтобы извиниться!» «Проблема сейчас не в Юсефе! Скажи мне, как мой Господь простит меня, когда я стал причиной смерти невинных душ?» «Аллах прощает все грехи! Он простил того, кто намеренно убил сотню человек?» «Разве может такое быть, что Он не простит тебя, когда ты ребёнок, и непреднамеренно стал причиной того, что голуби умерли?» «Аллах простил человека, который убил сто человек! Как это возможно?» «Прошу тебя, Мактуб, расскажи мне эту историю!» «Атабу Саида Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, передаётся, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Был среди живших до вас один человек, который убил девяносто девять душ, а потом стал спрашивать людей, кто из живущих на земле является самым знающим». «И ему указали на одного монаха. И он явился к нему и сказал, что убил девяносто девять человек, и спросил, принесёт ли ему пользу покаяние. Тот сказал, нет. И тогда он убил этого монаха, доведя количество убитых до сотни. Потом он снова стал спрашивать людей о том, кто из живущих на земле является самым знающим. И ему указали на одного знающего человека. Встретившись с ним, он сказал, что убил сто человек, и спросил, принесёт ли ему пользу покаяние. Тот сказал, да. Кто же мешает кающемуся принести покаяние? Отправляйся в такую-то землю, где живут люди, поклоняющиеся Аллаху. «Поклоняйся Аллаху вместе с ними, и не возвращайся на свою землю, ибо она является землёй, где творится зло». И он отправился туда, но на середине пути его настигла смерть. И из-за него стали спорить между собой ангелы милости и ангелы мук. Ангелы милости сказали, он шёл с покаянием, обратившись своим сердцем к Аллаху. А ангелы наказания сказали, но он ведь вообще не совершил ни одного благого дела. Тогда к ним явился ангел в образе человека, и они избрали его в качестве судьи. Он сказал, измерьте расстояние до каждой из этих двух земель, и он заслужит то, к чему он окажется ближе. Измерив расстояние, они обнаружили, что он ближе к той земле, к которой стремился, и его забрали ангелы милости. О, Аллах! Действительно, милость Аллаха объяла всякую вещь. Сейчас ты перестанешь плакать? Да, Мактуб, я перестану плакать. И также я больше никогда не буду держать голубей.